дорогие друзья у меня в руках четырехцветник для однопонтурного вязания на машине брайзер четырехцветник khc 820 и те из вас у кого есть это четырехцветник и кто еще не смог разобраться как же он работает предлагаю сделать вам это вместе крепится это четырехцветник на левый угол машины посмотрите здесь есть вот такой выступ четырехцветник на прищепке с пружиной нажимаем эту прищепку и вставляем четырехцветник отпускаем для удобства работы с данным четырехцветником вам потребуется направляющие рельсы после того как вы вставили четырехцветник вставьте направляющие рельсы в соответствующие пазы для них мы с вами рассмотрим как же это четырехцветник собственно говоря работа я вам предлагаю взять несколько видов пряж чтобы вам было понятно как он работает я хочу вам вначале показать его вот с этой стороны те кто уже пользовались четырехцветниками те у кого есть машины silver и там есть четырехцветник для вас это четырехцветник будет существенно отличаться и существенных отличий здесь несколько и сейчас вы все увидите начиная с его размера и начиная с конфигурации как же это работает итак начинаем заправку нити нити конечно же лучше всего заправлять на четырехцветники но я буду заправлять их я и буду заправлять вот так перед вами чтобы вы понимали как это происходит и вот смотрите в начале нить заводим за эту пружину раз теперь нить заводим вот сюда нажимаем кнопку с правой стороны раздается характерный щелчок и ваша нить заправлена теперь вы можете увидеть зажим для нити куда вы можете завести и закрепить заправленную нить берем пряжа второго цвета нити водитель номер три выводим вперед вот она пружина рабочую нить которую собираемся заправлять заводим за пружину конец нити подаем в крючок и тоже заправляем в нить держатель заводим вот сюда пряжу и нажимаем правую кнопочку и вторая ваша нить надежно зафиксирована в четырехцветнике все это не нужно делать держать четырехцветник в руках я это показываю вам для того чтобы вам было лучше видно теперь нам с вами нужно подвести четырехцветник под рельсы и вставить его в соответствующий паз для того чтобы использовать четырехцветник при однофантомном вязание вам потребуется плечо для четырехцветника как видите это плечо существенно отличается от плеча которому вы привыкли используется она для четырехцветника для вязания полос и используется она также для вязания жаккардов рисунков с использованием полос и для плотировочных рисунков тоже можно с использованием полос давайте посмотрим как он работал меняем основное плечо плечо для четырехцветника как видите у меня два нити водителя расположены на машине в первом нити водители заправлены два цвета и два цвета заправлены во втором нити водителе берем рабочую нить легким движением укладываем ее прямо и вот сюда еще раз берем рабочую нить прижимаем ее к зубьям машины укладываем в прорезь плеча совершенно горизонтально легкое движение назад и для образца наберем 60 петель и сейчас вы увидите другие существенные отличия в работе четырехцветника к hc 823 сравнительно с машиной silver и четырехцветником silver и сравнительно с двухфантурным четырехцветником который мы с вами рассматривали уже те кто не видел рекомендую посмотреть видео ссылочку оставлю под видео провязываем разница в этом плече в том что нельзя опустив щетки вивинга продолжить вязание петли просто слетят поэтому следует провязать и два таким образом чтобы какое-то полотно уже было теперь при использовании четырехцветника желательно использовать однофонтурного четырехцветника желательно использовать легкие грузы тяжелые не нужно а вот легкие вполне даже пригодятся и вы сейчас увидите почему обычно при однофонтурном вязании я гранили использую грузы итак мы хотим с вами менять цвета сейчас вы увидите для чего нужна рельса и для чего она удобная что мы с будем делать каретку до конца в первом ряду я делаю следующее первую нить закрепляю точно так же как и остальные нить заправлена теперь мы собираемся ввести в работу голубую нить нажимаем нити водитель номер два нажали ведем каретку слева направо при этом вы видите что в отличие от 4 цветника для двухфонтурного вязания который мы рассматривали с вами в предыдущем видео в нити водителя четырехцветника номер два пряжа остается и подается она не из нити направителя а из паза четырехцветника продолжаем движение каретки назад уводим каретку и нажимаем нити водитель номер три происходит захват пряжи темно-голубого цвета видите да и то же самое вы видите что нить подается из нити водителя номер три четырехцветник она не выпадает как правило четырехцветник сильвер работает отпуская пряжу в этом вы видите нить подается непосредственно из четырехцветника предположим теперь мы хотим перейти на пряжу белого цвета в начале мы уводим каретку на рельсы после этого нажимаем нужный нам цвет пряжи ведем каретку слева направо и наблюдаем захват нити водителем пряжи белого цвета выводим каретку нажимаем нити водитель номер два нити водитель плеча каретки подхватил светло-голубого цвета провязываем снова отводим нажимаем нити водитель номер три ведем каретку и вы видите смену цвета отводим каретку отводим каретку нажимаем нити водитель номер один и введем каретку подхватываем и уводим а вот теперь дорогие друзья мы с вами попробуем провязать жаккард с использованием четырех цветов можем с вами выбрать абсолютно любой жаккардовый рисунок по нашему желанию по нашему усмотрению вообще давайте выберем просто первую попавшуюся ну вот например рисунок 20 мы с вами переключаемся на кс-1 20 нажимаем на кнопку степ степ и степ провязываем считывающий ряд пряжи белого цвета по пряжу переведем в нити водитель номер два а пряжу красного цвета переведем в нити водитель номер один Заводим нить. Заводим ее вот сюда, в нитеводитель B. Нажимаем на вязание ЖК. Начинаем движение к вето. Выводим наш нитеводитель. Нажимаем на нитеводитель B. Захватили пряжу светло-голубого цвета. Пряжа красного цвета просто выполняет свое дело. И при этом она вам не мешает. Посмотрите, она вам совершенно не мешает. Нажимаем нитеводитель номер 1. Введем коллекцию справа налево. Вывели за четырехцветник. Переключили нужный цвет. И введем каретку в направлении слева-назадо. Введем каретку справа налево. Нажимаем нитеводитель номер 3. Возможно, на первый взгляд вам покажется это сложным. Но отнюдь. Посмотрите, как это можно делать быстро. Введем каретку. Предположим, вам не нужно больше вязать жаккардовое переплетение. Отключаем. Переключаемся с КС-1 на вязание глади. Обрезаем красную рабочую нить. Вы ее сможете воспользоваться. И сейчас хочу обратить ваше внимание на положение моих нитеводителей. Для того, чтобы подобные рисунки вязались у вас легко, так как вы только что видели, и без боев, ваши нити-натяжители должны быть вот в таком положении и все с одинаковым натяжением. Вы видите, мои нити-натяжители находятся в одной плоскости. И теперь, когда работа окончена, мы с вами можем срезать рабочую нить и посмотреть на результаты. Своих трудов. Посмотрите, какой интереснейший многоцветный жаккард мы получили. Я с удовольствием вам покажу рисунок, который мы взяли из машины. И вы увидите, что ничего общего он не имеет с той картинкой, которую мы взяли за основу. Обратите внимание, вот он рисунок 20. Посмотрите, как это ярко, как это броско, как это интересно. И только в общих очертаниях угадывается рисунок номер 20. Сам орнамент выполнялся пряжей красного цвета и как фоновый сменялись голубой, белый и цвет лазурь. И мы получили вот такую прелесть. И я думаю, что то, что казалось бы неудобно в сравнении с теми нитеводителями, которые каждый раз подхватывая, выводят нить из нити направителей четырехцветника, оказывается очень удобно. Потому что усики вообще не спутываются между собой при вязании. Что случается с усиками, например, на машинах сельвер или при двухфантурном вязании на машине бразер. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я уверена, оно оказалось для многих из вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите в ваших комментариях, что бы вы хотели увидеть в наших следующих бесплатных видео. И мы с удовольствием снимем их для вас. Пересоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Ссылка на них под видео. Ваше время. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok